всем доброе утро сегодня понедельник с вами канал для тех кому за и с вами галина посмотрите на наше небо голубое-голубое у нас давно такого неба не было буквально еще день назад был дождь а сегодня понедельник и сегодня такая красота утро раннее утро светит солнце сегодня у меня небольшие посиделки но не про естественно погоду погода прекрасная хотела предложить вашему вниманию один из рецептов быстрого приготовления малосольных огурцов перейдем на кухню ну и так мы переместились плавно на кухню пока еще солнце светит мне бы хотелось немножко позагорать поскольку у нас это большая редкость сейчас значит что вот видите у меня что на столе здесь то есть я на своей кухне и хотела вам предложить один из рецептов быстрого очень быстрого приготовления малосольных огурчиков ну во первых сейчас это сезон огурцов ну я не знаю как у кого в каком регионе у нас например все рынки с прям запружены этими огурцами очень много луховицких огурцов они очень хорошие и так далее но это для тех у кого нет дачи и своего огорода ну допустим у меня есть я вчера собрала огурцы значит сегодня закрывала баночки утром совсем рано утром с огурцами значит и значит у меня вот еще тут подобрала совершенно разные видите в миске огурчики но где-то здесь наверное ну чуть больше наверное килограмма значит я хотела вам как раз показать быстрый метод вот значит как сделать малосольные огурчики значит естественно каждый из нас работал или работает продолжает работать и особенно там где есть женский коллектив вот например у нас у нас постоянно работал ксерокс поскольку не только в журналах женщины искали различные рецепты и все ксер копировали и буквально все зачитывали с разными рецептами были специалисты которые сами прекрасно готовили я уж не знаю как из поколения в поколение или тоже опыт жизненный показывал как это надо делать и то есть вкусные блюда и вкусные рецепты кто-то специализировался на приготовление изделий из теста кто-то блины шикарно кто-то тонкие кто-то на дрожжах их делал ой кто-то пироги такие необыкновенные пек тарта вы представляете кто-то вторые блюда и так далее вот так вот у нас была женщина которая тоже имела дачу выращивала овощи значит различные различные овощи в том числе и огурцы и вот рецепт этот от нее то есть она как-то принесла на работу и угостила всех нас своими огурчиками вы знаете потрясающие огурчики во первых они корнюшончики маленькие если посмотреть то у меня в общем то тут совершенно разные но я старалась подбирать их как бы одинакового размера ну что выросло то выросло некоторые вы знаете собираешь их хочешь как бы маленькие пропускаешь и даже вы знаете вот вот такие огромные огурцы а бывает даже и больше находишь значит кстати здесь у меня вот те овощи которые у меня уже выросли но небольшие вот цукини кабачки вот такого плана значит патиссоны значит я еще даже не помыла помидоры вот я закрывала ту же баночку ответьте вот такие вот они еще не красные но такие тоже можно в принципе закрывать вот я кстати там закрыла вот это тоже даже зеленым бачком есть вот такой вот это желтый сорт вот он еще не дозрел думаю дозреет в основном такие крупные только на салат ну вот значит историю как бы возникновение этого рецепта я вам рассказала приготовление совершенно очень простое значит что нам понадобятся собственно огурцы я взяла немножко хрена но вы знаете у кого хрена нет можно и без хрена делать то есть я даже стебельки вот порезала стебельки можно стебельки можно листики резать так потом укроп укроп вот та женщина который от которой рецепты она приносила с молоденьким укропом но можно конечно у меня сейчас укроп уже подрос вот видите даже зонтики тут видно я мелко и шинковала но вот ну не знаю грамм 3 100 наверно укропа из расчета на килограмм огурцов вот грамм 300 резаного укропа ну может даже нет ну грамм 300 точно есть так теперь очень легко запомнить килограмм и 1 столовая ложка крупной соли знаете такая есть каменная соль вот ей обычно я во всю консервацию и кладу так затем чеснок вот я решила показать на примере вот этого чеснока то есть выкопала у себя чеснок и и значит вот вот видите зубчики вот три зубчика вот от такой головки но обычной средние и головка средняя и зубчики средние то есть я так не очень как бы мелко но измельчила то есть понадобится три зубчика обычного так стандартного чеснока так ну собственно и все а да и самое главное во что мы будем все это укладывать в обычный полиэтиленовый пакет то есть вот обычный полиэтиленовый пакет для заморозки овощей и фруктов и так далее в который нам предлагает фикс прайс ну и начинаем готовить так значит взяли пакет да сначала естественно мы огурцы все помыли они у меня где-то в течение часа лежали в холодной воде плодоножку где плодоножка я обрезала вот на всех они обрезаны ну и все это укладываю в пакет ну конечно желательно чтобы они празднулись и одинаковая то есть ну немножко и и сорт у меня здесь тоже совершенно разные вы знаете все просто вы знаете это даже ребенок может сделать при наличии всех этих ингредиентов или мужчина чтобы удивить свою жену представляете жена приходит с работы а муж приготовил в полиэтиленовом пакете очень вкусные огурчики так значит огурчики желательно знаете пакетами такого размера чтобы вот здесь потом можно было его перехватить вот как здесь например то значит так огурчики у нас лежат я выкладываю сюда в произвольном порядке листья хрена и стебельки хрена укроп я высыпаю чеснок ну соответственно и соль что мы делаем теперь никакой воды ничего сюда не надо просто мы вот так герметически ну или закручивается или какой-нибудь там я не знаю элементарный прищепкой можно закрыть до начинаем все это трясти то есть все у нас это должно перемешаться хотите слоями хотите как угодно а почему используется сюда зелень вернее укроп который молоденький чтобы не попадали палочки знаете такие жесткие палочки от самого укропа и не прорвали пакет начать сейчас когда вы все это перемешаем вот это все должно перемешаться для большей сохранности поскольку все это даст сок можно поместить еще дополнительные полиэтиленовый пакет то есть все это мы стряхнули все это у нас перемешалось а значит многие практикуют вообще это делать следующим образом значит оставить это допустим на до вечера и вечером уже особенно сейчас когда тепло в принципе огурцы будут в теплом помещении готовы я поняла что это не всегда как бы на вариант поэтому вот это количество огурцов я вообще огурцы которые я готовлю больше килограмма я не готовлю поскольку свежие приготовить это у гораздо проще и удобнее значит я просто все это ставлю в холодильник и к завтрашнему дню все это будет готова первое они будут прохладненькие хрустященькие очень ароматные так что можете попробовать значит это то что касается приготовления сегодняшнего рецепта вот такого быстрого рецепта приготовления огурцов сегодня утром я закрывала огурцы но это обычные маринованные огурчики всякие специи в них я почему я положила сюда красную смородину чтобы не забыть вам сказать значит вот я не сделала но у нас в этом году очень мало смородины обычно я выдавливаю сок из красной смородины и не применяя никаких эссенций уксуса и так далее для консервации этого сока вполне достаточно для того чтобы баночки не взрывались для красоты можно просто положить несколько веточек красной смородины и у вас будет очень изящная красивая баночка с огурчиками что касается вот таких бурах и совсем вот видите недозрелых томатов это я опять таки положила чтобы можно было вот видите здесь даже вот есть вот похожие вот такие же зеленые только не поменьше были значит здесь у меня тоже укроп всякие специи петрушка горошек листики различные травки значит из травок эстрагон потом значит потом потом вот еще скажу петрушка потом листья черной смородины она увидится лук колечками лист лавровый новый там соль и все это по вкусу это я не потому что рецепт рассказываю потому что я хочу сказать что вот такие вот помидорчики вполне пригодны для того чтобы сейчас уже начинает закрывать их в баночке теперь что я хотела вам сказать значит это уже не овощей касается а фруктов ну ягод значит клубника я не знаю у кого как у нас она уже начинает почти сходить и потом наша дождливая погода это не очень хорошая погода была для созревания ягод в этом году и тем не менее вот я собрала клубнику это как вариант вкусовой значит очень вкусный компот кстати ранний крыжовник у меня и вот клубника это вот такое сочетание это просто вариации могут быть различные все зависит от того у кого какие ягоды сейчас на сей момент выросли буквально вчера я делала компот видите он гораздо темнее чем предыдущий что и сюда сделать сюда вошли у меня черная о белая и красная смородина ягодки жимолости у кого же малость растет такие синие ягодки все прекрасно раннего созревания эти ягоды очень много витаминов них и клубника жимолось отдала естественно вот такой вот темный немножечко от цвет до вот вы знаете и жимолости я обычно делал мы просто ели и обычно делала варенье а в этом году решила попробовать сделать компотри с жимолости на думаю а почему бы не попробовать вы знаете попробовала компот немножко такой hoy а терпкий клубнична и вот жимовой сдает такой привкус интересные ну и смородина дает немножко кислинки очень вкусный получился это так без рецептов значит каждый готовит если готовят компоты то вот как вариант сейчас приготовление смешения вот таких ягод то есть многие это вообще уже перестали готовить но я как-то не знаю по старинке наверно все еще готовлю но не в таких больших объемах но вы знаете зимой очень приятно лучше чем покупной этот сок который покупаешь там по 2 литра сока неизвестно из чего сделаны называется это соком поэтому я как бы мне приятнее натуральный сок или свой домашний компот значит ну в общем то все я с вами поделилась своим рецептом рецептом той женщины которая делает это сейчас поставлю эти огурчики в холодильник а завтра они у меня будут совершенно готовы хрустящие ароматные вкусные не очень соленые значит что касается соли значит я кладу вот эту столовую ложку соли вот этой каменной соли крупной на килограмм огурцов легко запомнить но знаете многим ну тут уже от вкуса зависит надо пробовать конечно во первых зависит от величины и самих корнюшончиков то есть естественно маленькие если огурчики они быстро просаливаются покрупнее им нужно время желательно подбирать их одинаковое по размеру может быть соли кому-то будет недостаточно там посмотрите все зависит от веса который вы будете брать ну в общем то так попробуйте во всяком случае это очень очень быстрый рецепт нежели там заливать там водой и там и так далее сколько-то дней вот это очень быстрый рецепт такой нестандартный сок начнет выделяться буквально вот он уже начинает выделяться то есть овощи значит и соль дают определенный раствор здесь и все быстро приготовить а сейчас я ухожу своей кухне и иду пока солнце светит на улице хочется очень-то загорать у нас так редко это бывает встретимся на улице и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok